Совсем скоро наступит любимая детская пора – лето. Никаких уроков и домашних заданий. К открытию уже готовят детские лагеря как в черте города, так и за его пределами. С 26 мая юных саровчан готовы принять лагеря с дневным пребыванием. Первую смену практически в каждой школе будет работать в лагере. На сегодняшний день около 1200 человек подали заявление, родители подали заявление для того, чтобы своего ребенка на эту первую смену устроить. Эти лагеря на внебюджетной основе, то есть техническая плата там будет предусмотрена. Она, как правило, небольшая, в районе 2000 рублей – это за питание. Загородный лагерь с дневным пребыванием откроют на базе Центра социальной помощи семье и детям «Теплый дом». Активные игры и интересные логические задачки приготовили для школьников на дворовых площадках. Их откроют 1 июня в рамках проекта «Дворовая практика». Первая смена в лагерях «Березка», «Лесная поляна» и «Гайдар» начнется уже 6 июня, и пройдет с соблюдением всех ковидных ограничений. Все дети, которые будут находиться в лагере, они перед отправкой в лагерь будут получать справку санэпидстанцией о том, что они не имели контактов, в том числе с инфекционными больными. Персонал лагеря также будет протестирован перед началом смены. Что касается ограничений для самих родителей, будут исключены так называемые родительские дни. В черте города также откроют творческие летние дачи на базе учреждений подведомственных департаменту по делам молодежи и спорта. Сюда ребята будут приходить во второй половине дня. Родители, которые покупают для детей путевки в лагеря санаторного типа, могут вернуть часть ее стоимости. Если родители покупают путевку в загородный лагерь санаторного типа продолжительностью от 21 до 24 календарных дней, то государство компенсирует часть стоимости путевки. Например, за путевку в 21 день будет возвращено около 12 тысяч рублей. В принципе, это, как правило, около половины стоимости путевки. То есть, неплохое подспорье для домашнего бюджета. Примерно 1400 юных саровчан этим летом будут участвовать в спортивных сборах.